здравствуйте вы на канале о вязании канал называется емеля нити меня зовут юля данное видео посвящено мастер-классу в котором вы узнаете как связать вот такой эргономичный капор капор связан на обхват головы 55 но также может носиться и на другой обхват головы чуть больше потому что он связан достаточно крупным зависимости от вашего его предпочтения по посадке на голове вы можете его чуть увеличить либо оставить таким общая высота капора от самых крайних его точек в готовом изделии 41 сантиметр по ширине вот здесь 25 с половиной сантиметров 24 от планки до макушки и сама планочка занимает порядка двух с половиной сантиметров что касается пряжи то данный капор данной модели связано из пряжи инкотопс анта это пряжа стопроцентная альпака в 50 граммах 150 метров понадобилось 3 мотка цвет 853 капор связано целиком лицевой глади ну так и если вам не нравится то вы можете использовать например для планки резинку один к одному и по нижнему краю капора предлагаю вам тоже можно использовать резинку один к одному капор завязывается затягивается на шнур вместо шнура можно использовать какой-то покупной шнур который вы не не свяжите сами просто приобретете готовым либо связать из такой же пряжи можно сделать и капор двухцветных на перпланку другого цвета в общем руководствуясь данным мастер-классом вы сможете связать уже модель подстроив ее под себя также данная мастер-класс такого к про можно использовать для кардиганов с капюшоном ну давайте просто я уже говорила ранее для такого к пара понадобится 3 мотка пряжи инкотопс анта вязала я этот капор спицами номер три у меня остался небольшое количество осталось пряжи с трех мотков если вы хотите немного увеличить капор то наверное вам хватит вот столько у меня пряжи осталось обязательно перед началом вязания свяжите образец тем узором который вы будете использовать теми спицами которые будете применять вязание образец нужно связать достаточно большим чтобы он передал характеристики вашей пряжи с используем рисунком мой образец я связала постирала и проверила его до стирки и после стирки получилось у меня что ширину образец мне растился 22 петли 9 сантиметров 16 рядов 5 сантиметров и 23 петли в 9 сантиметрах 16 рядов 5 сантиметров я обязательно исходя из моего образца ищу пропорцию сколько у меня петель в одном сантиметре получается мне 2,4 петель сантиметре 32 рядов сантиметре но естественно я использовала вот это к петель сантиметре две с половиной петли в сантиметрах после влажно-тепловой обработки если вы используете другие упряжи или у вас другая плотность то вы можете руководствоваться размером итоговым капора это числа указаны в сантиметрах и знаю вашу плотность сколько у вас петель рядов в сантиметрах и сколько вам нужно связать сантиметров вот итоговый размер вы можете набирать ваше количество петель и вязать ваше количество рядов общая высота капора 42 с половиной это без подворота это полотно еще не отвернутое по высоте горловина 15 с половиной ширина 25 с половиной в лицевой части 27 сантиметров высота отверстия по ширине 24 сантиметра от планки это размер без планки до самой широкой части затылочной где мы вяжем прямо можете использовать сантиметры и использовать вашу пропорцию если у вас плотность совпала с моей и вас устроил такой размер капора такая посадка по голове мой капор достаточно свободно это сделано верно чтобы он свободно чтобы он свободно сидел и не облегал голову как шапка исходя из этих размеров из пропорций обхват 124 петли именно обхват общее количество петель его их нужно набрать плюс одну петлю чтобы замкнуть вязание в круг и вязать 48 рядов сантиметрах это 15 сантиметров и далее руководствуясь технологией в мастер-классе уже вязать как я там описываю возвращаясь вот к этому описанию вы можете смотреть схематично римана память сделать принт-скрин данной схемы чтобы помнить где какое количество петель и где сколько раз и через сколько мы убавляем 48 рядов по задней стороне да это на затылочная часть по задней стороне капра и здесь кстати у меня начало и конец ряда по затылку впереди в лицевой части мы закрываем горизонтально 10 петель здесь у меня до схема это сложно пополам изделия значит 5 я указала всего 10 петель закрываем до закрытия вяжем 10 51 ряд все указано в мастер-классе вот этот скос убавки идут через один ряд 8 раз по затылочной части прибавки через три ряда 12 раз и расстояние между прибавками все прибавки убавки умножаются на 2 потому что изделие у нас как бы симметрично и справа и слева умножить на 2 в действую же справа убавки слева убавки соответственно здесь между прибавками 6 петель по прямой 27 рядов убавки через один ряд 8 раз чтобы добиться 5 сантиметрах высоту вот расстояние от начала убавок и высота до самой верхней точке прямой части 21 с половиной сантиметр и вот эта часть капора выполняется поворотными рядами тоже отдельно левая и правая половина капора и потом уже по макушке по вот этой части капор сшивается трикотажным швом и далее пришивается планка ширина планки у меня 16 петель и ее я складываю вдвое получается по 8 петель с каждой стороны внизу есть отверстие для шнура отверстие от начала вязания планки на высоте 4 петли все в мастер-классе вы увидите далее поясню вот эту схему также мастер-классе вы увидите поймете ее точное предназначение но эта схема предназначена сейчас я кратко опишу для планки для набора петель вот в этой части когда мы петли набираем не из петель когда ширина петли и как бы ширина петли сходится у нас петли немножко вытянуты по высоте петля всегда короче и выше поэтому обязательно ищем пропорцию сколько нам нужно набирать петель если мы вот так вертикально вывязываем планку здесь эту пропорцию искала я после процессе вязания еще раз мерила свое полотно вот здесь искала сколько у меня рядов и петель в 10 сантиметровом квадрате получилось у меня 33 ряда на 24 петли и я эти 33 ряда делю на 24 петли и вижу вот эту пропорцию 1 целая 4 десятых винта не сантиметров это не это рядов к петлям как бы такая пропорция соотношений и чтобы понять сколько мне петель набирать в рядах я ищу близкие целые цифры которыми покажут точно такую же пропорцию например я думаю что в трех рядах я наберу две петли значит 3 делю на 2 получается полтора это пропорции не подходит я дальше делю например 4 делю на 3 там 5 не знаю на 3 и нашла эту пропорцию то есть таким подбором цифр целых то есть 7 поделенная на 5 равна вот такая пропорция 1 целый 4 десятых значит мне эта пропорция совпадает с моим количеством рядом рядов и петель и значит я буду в семи рядах набирать 5 петель далее когда я обладаю вот этими цифрами 7 рядов 5 петель я разрабатываю себе рапорт сколько я буду петель набирать через какое количество в количестве рядов я делаю примерно пропорционально одинаковое расстояние между пропусками значит вот у меня 1 2 галочки 3 4 5 петель и 1 2 3 4 5 6 7 рядов я нарисовала себе схему вот у меня ряды вот у меня петли и по одной по одному ряду я пропускаю и не набираю там петли таким образом у меня будет одинаковая ширина планки вот с этой части набирая ее от рядов таким образом я вычисляю эту пропорцию и дальше уже набираю планку той ширины планка хорошо легла ничего не стягивает ничего не не фалдит потому что вертикально нельзя набирать петля в петлю такой же высоты петля у нас не квадратная она прямоугольная вытянутая получается кант у меня вышел 139 петель я увязала 16 рядов четвертом ряду в отверстие но вот такое краткое описание моего капора дальше мы будем его вязать подробно от начала до самого конца и так набираем 125 петель замыкаем вязание в круг и вяжем 48 рядов или 15 сантиметров до начала прибавок и размещения маркеров я провязала горловину моего капора уже развесила маркеры провязала я 15 сантиметров это сорок восемь рядов мне получилось вязала сто двадцать четыре петли вы вяжете исходя из своих расчетов навесила маркеры красный маркер у меня как всегда обозначает начало и конец ряда справа и этот маркер будет у меня проходить по затылочной части то есть шов на по затылку справа и слева от маркера на расстоянии трех петель я разместила маркеры которые будут означать прибавку сейчас петель для расширения капора на затылочной части и впереди я уже повесила маркер это ровно середина полотна то есть 62 петли здесь 62 петли здесь пока я им пользоваться не буду но я уже отчитала мне будут висеть сейчас я буду делать прибавки для расширения затылочной части и буду делать следующим образом 123 перевешу маркер и буду делать прибавку чтобы у меня прибавки получались всегда в левую сторону и постоянное количество петель оставалось вот здесь между маркерами я беру перемычку навешиваю ее на спицу и провязываю ее за заднюю за заднюю стенку за дальнюю лицевой петлей все у меня получилось новая лицевая петля теперь я вижу без изменений то следующего розового маркера которыми размещен на затылке и также сделаю прибавку прибавки таким образом я буду делать через каждые три ряда то есть я сейчас делаю прибавку 2 прибавки и буду вязать 3 ряда без изменений потом снова сделаю прибавку и опять три ряда без изменений таким образом через каждые три ряда у меня будет появляться новые петли будут очень плавный плавное расширение затылочной части впереди петли на передней части капора я буду закрывать но на стану это делать когда сделаю вторую прибавку по затылку сейчас вначале вот мы сделали первую прибавку сделаем вторую прибавку в конце и провяжем три ряда без изменений довязали до маркера также делаем перемычку набрасываем на спицу и провязываем ее лицевой петлей за заднюю стенку получили новую петлю таким образом у нас между маркерами не будет изменения петель будет постоянная ширина все мы первый ряд прибавок выполнили вот наша новая петля мы просто провязываем как все остальные и таким образом сейчас нас будет провязан первый ряд без изменений и еще два через три ряда встретимся я провязала три ряда без изменений снова я буду добавлять петли после маркера с левой стороны и перед маркером с правой стороны сделаю лицевые петли в этом ряду уже делать убавки точнее закрыть 10 петель впереди сделаю я это как простым закрытием петель 5 петель перед маркером и 5 петель после маркера и после этого я буду уже вязать поворотными рядами 5 петель перед маркером закрываем петли провязываем первую петлю провязываем вторую петлю и первую петлю набрасываем на 2 сильно не затягивайте пожалуйста чтобы не было затянуто провязываем следующую петлю предыдущую накидываем на первую провязываем одну петлю предыдущую набрасываем на первую маркер можно снять и теперь ведем отсчет 1 2 3 4 5 все закрыли первую часть петель так мы оставим теперь наше вязание будет поворотным и не забудем что здесь перед маркером мы добавим еще одну петлю я довязала до маркера набрасываю перемычку провязываю лицевой петлей теперь затылочной части я добавлю петли через три ряда сейчас провяжу а вот в этой части где мы закрыли значит я довезу до этого места развернусь и буду вязать по изнаночной стороне как обычно поворотным вязанием довяжу до этой части по изнанке без изменений и вот тут с лицевой стороны мы с вами вернемся у меня последняя петля в этом лицевом ряду я провязываю изнаночной как делаю при поворотном вязание для того чтобы у меня была ровная кромочная линия все я развернула вязание теперь буду делать поворотными рядами вижу с изнаночной стороны изнаночными петлями до вот этого места без изменений я довязала до передней части капора развернула вязание буду вязать с лицевой стороны следующим образом снимаю первую петлю следующие две петли я провяжу 1 лицевой петлей с наклоном влево когда я движу до этой стороны я по пути сюда с лицевой стороны закрою одну петлю с наклоном вправо я провязала лицевой ряд до конца на передней части капора теперь мне нужно 2 петли провязать 1 лицевой петлю с наклоном вправо для этого я их разворачиваю правыми стенками перед спицей и завожу правую спицу слева направо через 1 2 провязала провязываю изнаночной петлей кромочную разворачиваю вязание иду в обратную сторону таким образом я буду провязывать изнаночные ряды без изменений это я сейчас рассказываю про переднюю часть а с лицевой стороны я буду вот так закрывать крайние две петли здесь наклоном вправо с этой стороны наклоном влево всего с каждой стороны необходимо закрыть по 7 петель и не забываем про затылочную часть и здесь мы как раз прибавим это получится у нас прибавка через три лица через три ряда будет прибавка лицевой петли провязала заночный ряд перехожу на лицевую сторону снимаю кромочную петлю провязываю две петли после кромочной одной лицевой петлей с наклоном влево и в этом же ряду я прибавлю на затылке по одной петле средний маркер я сняла мне все-таки не нужен только мешает вот здесь я прибавлю по одной петле такими же накидами перемычки и провязываем одной лицевой петлей и дальше 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 дойду до этой точки и снова закрою крайние две петли 1 лицевой провяжу перед кромочной я закрыла все петли которые мне нужны в передней части капора вот так это выглядит то есть по прямой у меня закрыто 10 петель и с каждой стороны по 7 петель я закрывала через один ряд закрывала в лицевой стороне когда я вязала поворотными вязанием поворотными поворотным вязанием с обратной стороны на затылочной части вот я отметила первую свою прибавку на затылочной части вот так это выглядит прибавляя здесь петли через три ряда это очень удобно в поворотном вязании потому что вы прибавили в лицевом ряду изнаночный лицевой изнаночный и опять прибавляйте в лицевом ряду сейчас у меня прибавлено уже по 5 петель с каждой стороны здесь у меня убавлено с каждой стороны по 12 петель если повесить маркер до по центру получится 12 петель мусла складываем когда вдвое соответственно здесь на затылочной части необходимо прибавить еще 7 петель чтобы получилось одинаковое количество убавок и прибавка я прибавки выполняю ровно такое же количество как и убавок продолжаем вязать прибавки по затылку в передней части где у нас будет лицо прибавок я делать уже не буду просто буду убежали вязать по прямой ну а дальше встретимся когда я сделаю все прибавки по затылку я сделала все необходимые прибавки на данном этапе по затылку прибавила по 12 петель и с каждой стороны от маркера вот такой получается клин через каждые три петли здесь мне начало впереди я прибавок уже не делала вот так выглядит примерно наш процесс и теперь я буду выполнять просто провязывая поворотными рядами без прибавок без убавок как провяжу прямой буду делать убавки с затылочной части на этой части мы и встретимся и так я провязала по прямой 27 рядов у меня это восемь с половиной сантиметров всего это 21 с половиной сантиметров плюс в носке капор чуть-чуть подтянется как любое полотно высоту провязав по прямой участок затылочной части делим наше общее количество петель пополам выделяя одну центральную лицевую петлю но так как у нас вот здесь в центре между увеличениями справа и слева 6 петель то мы смещаем одну вот эту центральную петлю который делаем между сокращениями делаем либо третьей слева либо третьей справа то есть здесь у нас ось будет между петельками здесь же 6 10 и здесь 3 значит эту центральную петлю мы делаем либо на третьей слева либо на третьей справа таким образом и дальше мы закрываем встреч на к этой центральной петле через один ряд нужное количество петель то есть изнаночный ряд мы провязываем а в лицевых рядах мы делаем закрытие с правой стороны с наклоном влево слева знаком право то есть наклоняем петли вот к этой центральной петли так я сделала 8 закрытий с каждой стороны по 8 петель и сократила справа и слева общей сложности это получилось у меня порядка 5 сантиметров и высота капора от начала закрытия 29 сантиметров 28 с половиной 29 так я уже разместила маркеры сейчас все расскажу по лицевой стороне закрыв первую петлю и вторую я буду провязывать дальше капор также отдельно две половинки но я разместила маркеры буду делать поворотные ряды у меня здесь в общей сложности 54 маркера начинаю вот с этой вот с этого маркера который возле центральной петли то есть меня слева и справа по 54 петли и центральный один маркер после первого маркера то есть левого я разместила 6 петель маркер 6 петель маркер 6 петель маркер 1 2 3 4 секции по 6 петель с левой стороны то есть от центра 6 маркер 6 маркер 6 маркера то есть 1 2 3 секции по 6 маркеров здесь у меня в остатке 12 петель у вас будет свое количество петель то есть вы размещаете таким же образом с этой стороны и с этой стороны одинаковое количество петель ну вот у меня со смещением до колбу и центральную часть у вас должно быть большее количество петель делаем следующим образом я сейчас буду вязать лицевые ряды лицевой ряд 1 и я не движу до крайнего маркера одну петлю и мы с вами здесь встретимся я не довязала до крайнего маркера одну петлю нить не находится с обратной стороны от спицы и я поступаю следующим образом я снимаю петлю перед маркером перевожу нить вперед и навешиваю спицу обратно петлю обратно разворачиваю вязание и я буду вязать сейчас в обратную сторону изнаночными рядами вот до этого маркера здесь на центральная петля я буду вязать до 1 с края маркера также не довязав одну петлю буду вязать изнаночными петлями все полагается по рисунку 10 подтянул что петелька не болталась все вяжу изнаночные петли одну петлю перед маркером для вязания изнаночных петель держится нить перед спицей я также держу снимая не провязанную петлю перевожу нить вперед и навешиваю петлю обратно разворачиваю вязание подтягивая ниточку вот так у нас обитая петля получилось и вяжу дальше в обратную сторону лицевые петли теперь я буду вязать вот этого маркером уже провязали теперь буду вязать до этого маркера я не довязала до 2 маркер от края также одну петлю вяжу лицевые петли снимаю петлю возле маркера перевожу нить вперед надевая не провязанную петлю обратно разворачиваю вязание теперь я буду вязать сейчас провяжу пару петель теперь я буду вязать до этого маркера не провязана то есть маркер я провязала до него уже не вижу теперь вяжу до этого маркера когда я до него довяжу и разверну вязание я провяжу до этого маркера затем до этого и до этого и где-то вот в том месте мы с вами встретимся после последнего маркера и так я провязала то этого маркера сейчас покажу какой он по счету вот центральная широкая часть то есть это вот центр то есть 1 2 3 секция провязала я нахожусь 4 секции справа от затылочной части все три маркера с центральной части я провязала теперь мне необходимо вот я уже обвела одну петлю разворать развернулась теперь я провяжу до самого конца до центральной части то есть этот маркер которая навесила я его проигнорирую использовать не буду потому что мне для данных поворотных рядов не подходит объясняю я сейчас довяжу до конца и мне нужно будет развернуться и провязать обратно уже до центра капора и переходить на противоположную сторону если я буду здесь поворачивать то у меня есть будет ну небольшая проблема я этого делать не буду вязать возле то маркера я проигнорирую его даже сниму все как будто его не было теперь я вижу вот я пила петлю я вижу лицевой ряд следующим образом сейчас я вижу покажу как я буду поступать с обвитыми петлями вот моя первая обвитая петля вот и поясок обвития я беру эту нить вокруг петли и надеваю на спицу теперь я ввожу спицу в эти две ниточки в петлю и обвивку и провязываю их одной лицевой петлей снимаю как одну петлю маркер мне больше не нужен вижу дальше спокойном режиме лицевые петли до следующий такой петли поступает точно также надеваю поясок провязываю обвитие и петлю одной лицевой петлей все снимаю петлю она больше не нужно таким образом я вижу до конца этого ряда кромочную петлю как обычно провязываем изнаночной для ровного кромочного ряда разворачиваю вязание вяжу изнаночный ряд встречу с вами возле первой обвитой петли с изнанки вот тут вот петля обвитая теперь я надеваю точно также поясок петли на петлю и провязываю поясок вместе с петелькой изнаночной петлей с лицевой стороны это получится вот так ровно лицевая петля маркер нам не нужен здесь пожалуйста держите нитку плотно чтобы хорошо переходил ряд в ряд и не было отверстий точно так же я буду снимать поясок возле каждого маркера вот он опять вот центр капора два маркера выделяют его ось я сейчас могу здесь остановиться и теперь я выполню с противоположной стороны капора с правой точно такое же размещение петель как справа по 6 петель и центральные 12 и точно такими же поворотными рядами я буду вязать вот эту половину и должна буду вернуться вот в эту часть тоже в обратную сторону на затылок провязав все ряды вот каким образом я здесь показывала и вернуться опять вот к этим маркером я провязала поворотные ряды на второй части капора все маркеры провязаны сейчас я нахожусь вот в этом месте возле широкой части вот затылочная часть и я сейчас буду вот обвела уже петельку последнюю и вязать по изнаночной стороне здесь у меня обвиты маркеры вот этот маркер остался не обвитым и я его тоже не буду использовать потому что мне нужно провязать уже в эту сторону и возвращаться по лицевой стороне к центральной части затылка поэтому я сейчас разверну вязание и буду вязать по изнанке до самой кромочной петли поступлю точно так же как с этой стороны вернувшись затылочной части вот сюда я провязала к центру затылочной части вот сюда теперь я буду свои петли сшивать трикотажным швом от затылка до лба у меня есть центральная петля я остановилась вот здесь с этой стороны вы можете остановиться как с этой стороны так и с этой не имеет значения центральную петлю я буду выполнять следующим образом оставим достаточно длину нити в денем в иглу с большим ушком здесь у нас вот выходит ниточка берем вот эту петлю центральную и вводим в нее сверху вниз снимаем снизу вверх на противобложной стороне все так сейчас я надену обратно чтобы не запутаться вот так теперь нам нужно переходить на другую сторону на другую спицу я беру опять центральную петельку опять сверху вниз теперь уже сбрасываю точно и снизу вверх на противоположной стороне все таким образом и все теперь вяжем как обычно сверху вниз снизу вверх трикотажный шов здесь я не буду уделять большое внимание методики трикотажного шва но принцип такой с каждой спицы снимается таким образом петельки снизу сверху вниз снизу вверх сильно не затягивайте так здесь не упала сверху вниз снизу вверх и так далее до самого конца пока не провяжите все все петельки трикотажным швом я сшила капор трикотажным швом от затылочной части в сторону лба вот такая получилась линия после стирки все выровняется пряжа и полотно станет ровными закрепив нить когда я пришла вперед и так провела по кромке уже сама не вижу куда убрала ее теперь мы будем обшивать вот эту переднюю часть у нас будет лицо и вставлять сюда рулик в конце концов но перед этим я предлагаю вам еще раз вот на вашем полотне вот здесь померить сколько в 10 сантиметрах рядов и петель и рядов чтобы точно набирать по вертикальной части вашего капора количество рядов а точнее петель через сколько в кромочных набирать петель в каждой кромочной по 2 или через одну по пропорции рядов на количество рядов на петель будет все понятно я еще раз померила мой капор попадаю ли я в образец в плотность в 10 сантиметрах сколько рядов и петель я попадаю у меня получается 33 ряда и 24 петли в 10 сантиметрах 33 делить на 24 это будет 1,375 тысячных то есть приблизительно 1,4 чтобы понять сколько петель мне набирать в рядах потому что вот так мы смотрим на капор это у нас вертикально идут ряды здесь же когда мы будем набирать вязание мы будем в эту сторону направлять и по этой части у нас будут петли поэтому нужно знать сколько у нас петель в рядах и наоборот 1,4 я ищу пропорцию и 7 делить на 5 просто я беру 3 разделить на 2 равно полтора мне не подходит я беру дальше дальше набор цифр ну вот я как делаю 7 делю на 5 получается 1,4 то есть получается 7 рядов и 5 петель значит в семи рядах мне нужно набрать 5 петель то есть я буду набирать 2 петли пропуск 3 петли пропуск то есть два ряда я пропущу и получится я свяжу 5 петель в 7 и так все постепенно будет видно в процессе вязания здесь у нас есть прямой участок его мы будем вязать в каждой петли я буду набирать из каждой петли петлю давайте начнем итак вот наш прямой участок берем из крайних петель и я ввожу спицу в крайнюю верхнюю петлю вот так под закрытыми петлями и набрасываю подхватывая нить вывожу новую петлю и поднимаю ее на спицы смотрю следующий столбец петель из соседнюю петлю ввожу спицу и вывожу петлю смотрю внимательно чтобы как бы в одной строчке петель мы выводили спицу я подняла петли по горизонтали после этого у нас есть вот такой наклонный участок вокруг овала лица здесь я буду набирать петли следующим образом у нас на этом участке есть вот такая борозда из лицевых петель когда мы здесь провязали наклоняли петли влево и у нас появилась вот такая линия из лицевых если ее немножко подвернуть в изнаночную сторону мы увидим кромочные петли кромочные петли как обычно здесь располагаются на двух вертикальных рядах и между собой кромочные соединяются как петелькой и ножкой то есть вот петля кромочная и она обхватывает следующую кромочную петлю вот эту а у той есть ножка от основного полотна вот так и вот отверстия под кромочной петлей вот эта ножка они отвечают одному ряду вашего полотна так как мне нужно чередовать три петли пропускаю ряд 3 2 петли пропускаю ряд ряд смысле вот эти вертикальные до чтобы мне была одинаковая пропорция плотности то поднимая петлю 1 в кромочную 2 в ножку 3 в кромочную следующую ножку я пропускаю потом поднимаю 51 потом в ножку 2 потом кромочную пропускаю и опять в ножку 1 и так далее у у вас может быть своя пропорция следите пожалуйста и так я набрала по горизонтали сейчас я возьму вот сюда в виду вот в эту ножку вместо крепления кромочной петли к полотну чтобы у меня не было вот здесь отверстие когда я все свяжу петлю подняла раз теперь в кромочную под кромочную 2 теперь опять в эту ножку 3 вот кромочная и пропускаю дальше в кромочную в ножку 1 кромочную 2 пропуская ножку теперь снова кромочную 1 кромочную 1 кромочную 1 кромочную 1 кромочную 1 теперь в ножку здесь 2 эти ножки конечно сложно цепляться один было 2 3 ножку пропускаю 1 кромочная теперь в ножку и так далее 2 и следить за счетом 3 2 3 2 3 2 я надеюсь не сбилась 2 3 2 все мы выходим на прямой участок и продолжаем таким образом набирать петли если у вас другая пропорция рядов к петлям естественно вы подстаиваете под себя вот это чередование и смотрите как это сделано у вас он так получается и таким образом я подниму петли вокруг до всего вот в отверстие для лица и приду сюда придя сюда я просто продолжу вязать по поднятым петлям по кругу лицевые ряды то есть я тоже сделаю лицевые можно делать вот эту окантовку и резинка один к одному но я сделаю целиком его гладким лицевой гладью и свяжу я думаю что порядка пяти сантиметров потому что 4 на работу слишком он тонкий его еще нужно будет подворачивать толщина полотна четыре с половиной четыре с половиной пять сантиметров я сделаю я провяжу эти петли это вот столько также не забудем что на планке которую мы все будем вязать будем выполнять отверстия для того чтобы шнурок который мы вложим в планочку когда мы подвернем должен выходить наружу чтобы у нас получились отверстие в будущей планки нам нужно там ну закрыть некоторые петли как мы это делаем для петель для пуговицы я пока отмечу себе вот тут на полотне уже капора те петли которые я вязала как бы горизонтально закрывала вот эти петли которые закрыты по горизонтали и я закрою здесь три петли и с другой стороны возле маркера тут три петли то есть отверстие будет располагаться здесь и данном случае мне между отверстиями будет пять петель смотрите как у вас по ширине получается 5 петель это у меня примерно вот такое расстояние от порядка двух сантиметров как раз тот участок когда я смогу например завязать в узел есть мне необходимо мою завязку мою веревку и просто небольшое расстояние для свободы чтобы шнур хорошо свисал из отверстий итак у меня провязано 4 ряда один из них ряд поднятых петель и три ряда и провязала теперь я буду делать два отверстия я нахожусь возле маркера одну петлю провязала вторую и первую набрасываю на вторую обычное закрытие одну петлю провязала предыдущую набрасываю следующую все это будет будущее отверстие следующем ряду я наберу две петли и снова буду вязать то же количество петель подошли за две петли до маркера провязали одну петлю вторую первую набросили на вторую следующую провязали и еще раз надели петлю я провязала ряд подошла к нам место где закрывала петли теперь я вновь набираю две петли держим как обычно нить и подхватываем правой спицей дальнюю петельку дальнюю нить вот так вводим образуем петельку на спицы нам нужно две петли первое есть и и опять подхватываем вот так нить сбрасываем затягиваем все дальше вяжем как обычно в следующем ряду провяжем эти петли самым обычным способом здесь только их немножко подтянем так потуже возле следующего маркера повторим то же самое действие вновь набрав петли все и так далее вяжем уже нужное количество рядов для вот этой планочки у меня это будет 16 рядов 5 сантиметров я провязала планку вокруг капора вот так это выглядит я надела на две пары спиц чтобы у меня расправился капр и сейчас я буду складывать планку подворачивать внутрь и обшивать край капора вот эти кромочные петли мы будем прятать вот в этот подворот у нас ничего видно не будет строчка будет проходить внутри по петлям основания вашей планки чтобы вот эта косичка петелек было с лица видно а строчка будет проходить вот здесь будем подшивать крючком как вы уже поняли тамбурным швом для этого так как у меня планка связано лицевой гладью тут подворачивать я буду к изнаночной стороне для этого мне нужно вывести мою рабочую нить на лицевую сторону для этого я отрезала достаточно большой край вот здесь у меня последняя была провязана я смотрю мой столбик из этих петель вот моя первая петля я вот так еще подцеплю петлю которая у меня идет от полотна чтобы здесь не было отверстий и подтащу нитку и вытяну всю всю нить на лицевую сторону разворачиваем капорно-изнаночную сторону к себе чтобы не убежали петли мы убираем как вниз вытаскиваем посильнее спицу а здесь будем петельки постоянно с этой спицы с противоположной снимать то есть с лицевой стороны внутрь и располагаем стенки петли левая слева правая справа смотрите чтобы вас петельки не убегали вот смотрите нить я перевела на лицевую сторону ее нужно хорошо затянуть чтобы планка сложилась двое и у нас получился стежок сложно начать но потом будет проще расположите ваше вязание с лицевой стороны чтобы вам было видно какую следующую петлю вводить и так я на крючок сняла одну из петель со спицы и ввела следующую петлю в основании следующего столбика петель вот вот мой крючок подхватываю рабочую нить вывожу на изнаночную сторону и провожу эту петельку через петлю которая сняла со спицы смотрите чтобы у вас с лицевой стороны получилась такая строчка стежок подтягивайте вашу планку чтобы она сложилась вдвое и вот эта петелька тамбурного шва который у нас появилась должна быть длиной как расстояние между серединами ваших вот этих столбиков не начали длинная я подтягиваю на лицевую сторону и вся строчка затягивается немножко сейчас вытяну теперь не нужно снять следующую петлю со спицам причем снимать буду вот так внутрь спицу чтобы правая стенка оказалась справа сняла подтягиваю ниточку чтобы затянулась затянулся шов и теперь буду вводить крючок следующую петлю следующего столбика вот кромочные вот так их видно мне крючок нужно заводить вот с этой стороны чтобы когда планка закроется они у нас спрятались вы можете также смотреть по столбику вот петельку я сняла идем вниз 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 под кромочные вот сюда рядом подхватываю рабочую нить вывожу ее на изнаночную сторону вывела на изнаночную сторону и вытащила через петлю которая сняла со спицы вот эта петелька тамбурного шва и теперь эту петельку внимая через тамбурный шов вот такие нас будут косички с изнанки снимаем следующую петлю также вводим крючок за кромочные петли в следующий столбик вывели на изнанку продели через петлю подтягиваем продели через тамбурную петельку когда вы переходите на наклонный участок здесь где вы закрывали петли и вот вывожу крючок вывожу крючок обязательно таким образом чтобы вот эта косичка из закрытых петель когда мы ее формировали было с левой стороны крючка чтобы мы ее не нарушили то есть вот идет у строчка мои стежки вот такой получается эффект аккуратная косичка кромка у меня спрятана внутри с лицевой стороны вот такая строчка я пошила подворот для капора вот так это с внешней стороны подшивать обязательно вдоль вот этих закрытых петель и вдоль одного ряда чтобы было аккуратно с изнаночной стороны вот так выглядит тамбурный шов кромочные петли спрятаны под эту планочку мы подошли к последнему как бы к началу и концу нашего тамбурного шва и поступаем следующим образом нам нужно здесь вот у меня немного растянулись петли когда я подшивала теперь не нужно их закрепить я с лицевой стороны вытащила нить наизнанку вот на крайне петелька и теперь я эту нитку свою рабочую вот так сделаю петлей к следующей петельки это петелька тамбурного шва я подхватываю рабочую нить подвожу под эту петельку подтягиваю и возвращаю обратно вот сюда здесь некая-то петля видно так выправим все осталось нитку закрепить я думаю я пройду где-то здесь по шву внутри может быть назад и в иголку и заправлю ее внутрь в планку но смотрите здесь у вас будет находиться шнурок заправьте таким образом чтобы шнур не вытащил нитку на лицо когда вы будете им пользоваться закрепляем нити стираем капор и капор готов осталось только связать шнур либо вы можете его купить либо связать из такого же материал или контрастного когда будете сушить распрямите вот эту нижнюю часть можно заколоть иголками и вот этот подворот будет меньше все расправиться с самого начала провязать здесь либо платочную вязку либо резинку один к одному 2 на 2 но тогда если у вас здесь резинка в принципе ну желательно в таком случае и тут повторить резинку вот не обязательно еще раз покажу обратную сторону вот так выглядит спереди все отправляем стирать я постирал капюшон померила его и вот этот край когда вы вяжете целиком полотно лицевой гладью все таки вот после стирки он распрямился но когда надеваешь его он подворачиваться поэтому решила подшить край подшивая следующим образом с изнаночной стороны я сгибаю на нужную мне ширину подгиба и обязательно ловлю вот эти столбики петель как они продолжаются наверх чтобы все было ровненько подшиваю следующим образом здесь я уже поймала с изнаночной стороны петельку я беру и вот так подхватываю петельку за две дужки с лицевой стороны на изнаночной стороне я подхватываю изнаночную петельку вот эту петельку волнушку которая смотрит вот вниз вот так у нас идет ряд изнаночной и я подхватываю вот эти которые вниз смотрят петельки одну и соседнюю подвязала подтянула сильно не затягивайте следующую петельку подхватываю за две дужки возвращаюсь кто петельки которые я уже подхватила то есть каждая будет петелька подвязана два раза и в следующую петельку изнаночную которая смотрит вниз на лицевой стороне следующую петлю за две ушки на изнаночной предыдущую который же провязана и следующую не провязанную здесь главное правильно смотреть ряд то есть вот эту горизонталь ловить чтобы вы точно подхватывали нужные петли чтобы не было скачков ну и так далее до конца лишь нужно отпарить будет и все сядет на место кстати вот такой подшитый край очень хорошо сочетается вот с этой планкой вокруг лица шнурок я уже связала вязала шнур крючком вязала его в две нити вот такой мне получился после когда его связала он у меня скручивался я его хорошо хорошо постирала намочила и натянула на сушилку обмотав ее и скрепила кончики вот так булавочкой чтобы мне было в натяжении потому что шнур он пружинит я сделаю максимальную длину при высушивании чтобы не вытянулся и вот такой получился длины длина шнура получившегося у меня метр двадцать когда его вязала он был длиной один метр то есть на 20 сантиметров при высушивании он у меня растянулся сделала его сесна в планку как вы видите вдевала с помощью булавки то есть сюда прикрепила булавочку и булавкой продела закрытой сквозь всю планочку с одной стороны в дело в другой стороны вывела если вам больше по душе шнур айкорд свяжите шнуром айкорд наш капор готов я подшила и отпарила утюгом через полотенце нижний подворот вот так выглядит лица вот так он выглядит с изнаночной стороны очень аккуратно мне понравилось такой профиль у капора затылочной части сейчас покажу кстати макушка здесь тоже хорошо видно такой подъем это наш затылок когда вы будете стирать высушивать ваш капор лучше если вот в эту затылочную часть макушку вы подложите что-то круглое для высушения я здесь изображу с помощью клубка то есть вот таким образом вкладываете какую-то круглую вещь это может быть мягкая игрушка может быть скрученное полотенце и в таком положении высушите ваш капор можно увлажнить пульверизатором еще раз просушить и буду такая круглая обратная сторона задняя затылочная даже вот так у нас ходится на затылке вот это вид сзади ближе к шее и внизу какие изменения можно здесь внедрить можно вот эту планку связать резинкой один к одному можно нижнюю часть связать резинка один к одному либо платочной вязкой можно пускать полосы изнаночных петель по рядам будет тогда у вас здесь полосатость можно в принципе и весь капор и связать изнаночными полосками ну это на ваш вкус мне нравится такой вариант классический завязка у меня связано крючком мне чем паразм этот метод быстрый при носке можно затягивать шнур и вокруг лица тогда будет плотное облегание и ветер не задует вот так это я сильно затянула так это будет выглядеть это нужно делать на лице люблю когда завязки достаточно длинность чтобы это смотрелось не курсы пусть не даже будут вот такие удлиненные здесь можно подвязать или какие-то крупные карабины какие-то детали в узелок и не стала скручивать оставила таким образом в целом я очень довольна капором по такой же аналогии можно связать капор для кардигана то есть если вы вяжете кардиган потом подвязываете вот такой капор наверху но естественно вы делаете его разъемным то есть у вас все ряды будут поворотные как у меня здесь внизу круговой круговые ряды вокруг шеи там будет все поворотные то в обратную сторону на протяжении практически всего капра кроме верхней части носить его можно как на шее если тепло также накидывать на голову очень практичная вещь буду носить с удовольствием пожалуйста пользуйтесь мастер-классом вяжите в удовольствие удачных вам проектов подписывайтесь на мой вязальный канал оставайтесь со мной будут новые мастер-классы интересные и полезные всем хороших проектов удачи пока пока